Ситуация на Украине остается напряженной. В составе миссии военных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Крымский полуостров отправятся двое латвийских военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, миссию наблюдателей в Крыму они будут выполнять до 12 марта. Украина призвала страны ОБСЕ направить своих наблюдателей в Крым 4 марта. В настоящее время на этот призыв откликнулись 16 стран, в том числе многие страны Евросоюза. Если бы в Латвии произошли события, подобные украинским, и какая-нибудь группа русскоязычных попросила бы помощи у России ввода российских войск на территорию Латвии для защиты своих интересов, такая просьба не была бы выполнена, заявил в интервью программе ЛТВ-7 российский посол Александр Вишняков. По словам дипломата, такой сценарий событий невозможен, не надо фантазировать, такого не будет, сказал Вишняков. Посол России в Латвии добавил, что каждый случай конфликта нужно рассматривать отдельно. Между тем, по мнению бывшего премьера Российской Федерации Михаила Касьянова, Россия теоретически может ввести войска в страны Балтии. Правда, он отмечает, что Россия вряд ли решится на практике на нечто подобное. Такое мнение Касьянов высказал в эксклюзивном интервью радиоболтком. Вчера, скажем так, было нереально подумать, что Путин примет решение о том, чтобы вот в Крыму происходило то, что происходит. Поэтому теоретически это возможно, но практически в связи с теми действиями, которые сегодня предпринимает цивилизованный мир в отношении такого непредсказуемого политика, каковым является Владимир Путин, я думаю, что эти действия, которые охлаждают всех вот этих ястребов здесь в Москве, значит, эти действия предотвратят такую возможность вмешательства в дела стран Балтии в будущем. Поэтому сегодняшние действия, сегодняшний период и оценка того, что произошло и происходит, чрезвычайно важно для судеб и для своей стабильности, стабильности своих правительств, стабильности гражданского общества в странах Балтии. Тем временем партия «Согласие», которую национальные силы часто называют прокремлевской, вышла с официальным заявлением по поводу событий на Украине. Партия поддерживает территориальную целостность Украины и мирное урегулирование конфликта в этой стране. «Мы категорически выступаем против любого применения насилия на Украине любой из сторон. Решение каких-либо проблем в современной Европе силой или военным путем недопустимо, так же, как недопустимо вмешательство во внутренние дела суверенной Украины любой из сторон», отметил лидер партии Марориги Нелушаков. Риски для безопасности в День латышских легионеров 16 марта в этом году будут более высокими. Кроме того, на мероприятия в Ригу могут приехать радикально настроенные лица из-за рубежа. Об этом заявил начальник полиции безопасности Янис Рейникс. Причиной повышенного риска, по его словам, являются события на Украине и два заявленных в Риге мероприятия антифашистов. По данным спецслужб, на мероприятия 16 марта в Ригу могут приехать представители радикальных кругов из Литвы и Эстонии и противники легионеров и их сторонники. За безопасность при проведении в Риге мероприятий 16 марта отвечает госполиция. Однако со стороны правительства не были инициированы никакие поправки к законам, чтобы обеспечить в этот день общественный порядок. Такое заявление сделал мэр Риги Нелушаков во время пресс-конференции в Сейме. Мы запрещали три или четыре года подряд, но в результате по судам все было решено, и плюс в результате решением суда мы же еще были обязаны извиниться. Риски оценивает не Рижская дума, риски оценивает полиция безопасности. Какая будет позиция полиции безопасности в этом году, я не знаю. Поэтому получим письма раз. Будем смотреть плюс, что хотелось бы отметить, что после событий прошлого года в первое время была горячая дискуссия о том, что нужно менять законы, нужно менять соответствия нормы, каким образом разводить противоборствующие стороны. Даже были разговоры о том, что нужно четко прописать в законе использование техники тех же самых, когда идет речь о звуке. Ничего не было сделано. Напомню, 16 марта антифашистское объединение с 10 утра до часа дня рассчитывает провести собрание, шествие и пикет. Кроме того, самоуправление получило три заявления на проведение 16 марта акций в память легионеров. Их подали Лимбашское отделение Догово-Сванаги, Общество Паспало, СМС и Частное, лицо Янис Десятников. Электричество частным потребителям до 31 декабря этого года будет подаваться по действующим регулируемым тарифам, говорится в аннотации к поправкам к закону о рынке электроэнергии, которые подала на рассмотрение в Сейм правящая коалиция. Как указали авторы документа, отсрочка открытия рынка электроэнергии для домашних хозяйств даст возможность уменьшить социальное напряжение, связанное с прогнозируемым ростом цен на электричество. Либерализация рынка отложена, чтобы население имело возможность шире ознакомиться с планируемыми изменениями, а правительство подготовить механизм социальной поддержки. Законопроект должен вступить в силу 1 апреля. Парламент рассмотрит его 6 марта. У Латвии есть шансы стать хоккейной столицей в 2018 году и принять чемпионат мира. Об этом в прямом эфире Радио Болтком заявил глава Латвийской хоккейной федерации Кира Флипман. Между тем он без основания беспокоится по поводу обещаний правительства поддержать мировое первенство. По словам Липмана, он по опыту знает, что пообещать не значит сделать. У нас правительство очень гибкое такое. В нужный момент оно не отказывается, а когда необходимо, тогда они в стороне. Такой у нас уже опыт есть. Наша правительство в этом плане хорошо уже обучено, как делать. На себя ответственность они редко берут. Может быть, есть шансы, что у нас что-то поменяется за это время? Или к этому времени надо уже принять решение? Может быть, да. А когда окончательный срок принятия решения? Ну вот если, допустим, на следующей неделе будет презентация, я думаю, что мы презентацию можем преподнести очень на высоком уровне. У нас опыт уже есть. И я думаю, что мы можем конкурировать в презентации с датчанами. Ну а потом у нас остается буквально пару месяцев. В мае месяц уже будет на конгрессе голосование. Между тем, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в беседе с латвийскими журналистами отметил шансы принять мировое первенство 2018 года у Латвии весьма хорошие. Кстати, Латвия претендует в одиночку на проведение чемпионата мира, как это было в 2006 году. В основном конкурентом считается Дания, где еще ни разу не проводилось мировое хоккейное первенство в элитном дивизионе. Саночники Андриса и Юрий Шитца получат денежные призы за обе медали, завоеванные на Олимпийских играх в Сочи. Такое решение принял Национальный совет по спорту. Как журналистам сообщил президент Латвийского олимпийского комитета Алдон Сурублевский, с братьем Шитцем полагается премия за третье место в соревнованиях «Двоек» и за третье место в эстафете. Две премии получат также экипаж бобслиста Оскара Мелберда и Саза серебряную медаль в соревнованиях «Четверок» и за пятое место в соревнованиях «Двоек». Премьер Лаймдота Страуэма после заседания сообщила, что совет одобрил предложение о присуждении денежных премий на общую сумму полтора миллиона евро. Премии получат спортсмены, их тренеры, спортивные врачи, обслуживающие персоналы и спортивные федерации. 7 марта концертом выдающегося скрипача Гедона Кремера и его оркестра Кремерата Балтика во Дворце культуры Земельблазма начнется первый цикл концертов «Рождены в Риге» в рамках программы «Рига-2014». В первой части концерта будут исполнены классические произведения Моцарта и Шопена, а во второй состоится премьера квинтета Мечислава Вайнберга в оркестровом переложении виброфониста Андрея Пушкарева. По мнению Кремера, Вайнберг, друживший с Шостаковичем, один из самых интересных и незаслуженно забытых композиторов 20 века. В концерте примет участие замечательный пианист Андрей Коробейников, который стал гостем радиоболтком. Моисей или Мечислав, в Советском Союзе он был Моисей Самуилович Вайнберга. Может быть музыка его не так непосредственно сразу забирает дух и спирает дыхание, как Шостаковича, например, его учителя, но у него своя тонкость. Руководитель Кремерата Балтика также сообщил, что в начале июля в Риге состоится традиционный фестиваль его оркестра. Один из концертов готовится совместно с музеем Жаниса Липки во время Второй мировой войны спасшего от смерти 56 узников рижского гетто. И на нем будет исполнено специально написанное в честь Жаниса Липки и его жены Йоханне новое произведение композитора Артура Маскотца. Я о произведении еще ничего не могу толком сказать, потому что только получил ноты, но кажется, это будет танго. Так что совсем неожиданный поворот такой же. По окончании пресс-конференции в эксклюзивном интервью Микс ТВ великий музыкант отметил, что он очень рад тому факту, что в состав Кремерата Балтика входят молодые музыканты. В последнее время пришло особенно много молодежи, это всегда приятно, потому что у молодежи горят глаза, они еще не испорчены, у них нет никакой рутины. И это именно те качества Кремерата, которые я всегда прививал всем, кто в ней появлялся. Скажите, вы никогда не преподавали, но как вы находитесь с молодежью язык? Я не преподавал, но сам себе школу создал. Напомню, цикл «Рождены в Риге» является одним из крупнейших музыкальных событий программы «Рига-2014». В его рамках в Риге выступят родившиеся в латвийской столице и заслужившие мировую славу музыканты. Кульминацией программы станет галоконцерт на открытом воздухе, который пройдет вечером 6 июля возле Латвийской национальной оперы. Это будет большой галоконцерт в сквере у оперного театра и концерт в открытом воздухе. И мы можем представить, что практически весь город становится большим концертным залом. И мы приглашаем всех музыкантов, которые в тот день могут быть в Риге с концертами. Конечно, все это очень знаменитые музыканты, которые работают в многих странах мира. Идон Скрэмерс, дирижер будет и Андрис Пуога, Майя Ковалевска, Александр Сантоненко, Миша Майскис. Это те уже, которые мы можем называть, с которыми мы уже подписали договор. Билеты на концерт Кремерата Балтика во Дворце культуры Земель Блазма 7 марта можно купить в кассах Билли Шупара Дизе и в интернете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова